Сегодня у нас очередное плановое занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Борьба с антинаучным мировоззрением». Ведет занятие наш старый хороший знакомый, доктор философских наук, профессор Огородников Владимир Дович. Пожалуйста. Спасибо. Я думаю, я товарищ уже, я все еще знакомый со стороны. Коммунист Огородников. Уважаемые товарищи, я все-таки позволю себе сидя, потому что сегодня с утра бегал там и читал лекции студенчеству, и аспирантам, и вот дошел. Действительно, борьба с антинаучным мировоззрением выходит сейчас, я думаю, на передовой, так сказать, рубеж нашей вообще идеологической борьбы с нашим классовым противником. Причем эта борьба развязана, заметьте, не нами, а именно нашим классовым противником, я думаю так. Почему? Потому что вы посмотрите, что сейчас творится в нашей, как любят говорят социологи, социокультурной сфере. А если поконкретнее, и менее наукообразно, в сфере образования, в сфере здравоохранения, в сфере производства материального, в сфере, конечно, науки, вот во всех этих сферах идет явная, организованная, не по глупости, не по какому-то недомыслию, как иногда пытаются дело представить, а организованная борьба с наукой. И имеет эта борьба определенные, конечно, цели, поэтому она организована. В чем это вообще проявляется, вот эта борьба с наукой? Ну, прежде всего, если посмотреть, вот где у нас наука вырастает. Вырастает она в высших учебных заведениях, прежде всего. Из высших учебных заведений люди идут, конечно, не только в науку, в производство, прежде всего, должны идти. Но, безусловно, и в рамках нашего студенчества мы имеем, наверное, какие-то пионеров науки, лучших, конечно, наших студентов. Мы видим пионеров науки, науки будущего, людей, которые должны вот это все развивать. Ну, и что же вот в качестве абитуриентов к нам, вот какой контингент к нам приходит? Вот тут мои коллеги, профессора, они не дадут мне соврать, как я люблю говорить, а профессор Павлович говорит, не дадут соврать, что с каждым годом уровень образованности, и я бы даже сказал, интеллектуальности, не просто вот какой-то, понимаете, сумма знаний, да, а умение из, может быть, не очень большого арсенала знаний найти, получить какую-то крупицу нового знания. Ведь вот коэффициент интеллектуальности определяется не многознанием, еще Гераклит Ефесский говорил, многознание уму не научает, а именно вот умением из немногого знания вычленить что-то новое, да, найти. Ну, а если знаний нет, конечно, ничего не найдешь, даже если есть у тебя природный дар какой-то, да, да ты просто и человеком не станешь, если не пройдешь соответствующее образование, формирование человеческой среди. И вот мы видим, что приходит к нам студенчество, которое простые дроби не может сложить, не говоря то, что умножить или разделить. Это математики, в ужасе у нас. Высшая математика, какая высшая математика? Они до алгебры не дошли. Беном для Ньютона для них это загадка, что это такое, да. Хотя, вы знаете, Беном и Ньютона пугали литературных героев еще вот в 19-м столетии, да, а сейчас-то в 21-м столетии. Казалось бы, все должны знать, школу заканчивали и заканчивали. Вот какую школу? Вот где начинается-то, вот я говорил, в вузах, кузница, да, науки, но ведь все начинается со школы. И все, в хину, виной, да, ну я один пример привел. В области истории, в области литературы, в области изобразительного искусства и другого искусства. В любой другой области, вот сталкиваясь со студентками, говоришь с ними на семинарах и видишь, что какая-то, как говорил Гоголь в отношении своего литературного героя, одного просто прореха на человечестве, а не передовой отряд российской, скажем, молодежи. Понимаете, вот так. Действительно, очень трудно вести какую-то беседу, когда нет опоры, когда все время попадаешь в какие-то ямы, незнание, непонимание, да и неумение. Понимаете, вы знаете, есть такой замечательный ленинский тезис, нельзя жить в обществе и быть свободным от этого общества. И вот мы, в каком обществе жило это наше студенчество, и живет школьник, и молодежь в целом. В каком обществе живем мы, мы более-менее понимаем. А они-то, конечно, нет. Им не с чем сравнить. Какие ориентиры, какие вот инверсии смыслов и каких-то, понимаете, целей, которые ставит перед собой, молодой человек должен ставить, на что он ориентирован системой нашей прежде всего жизнедеятельности, вот этой частной собственностью, этой погоней за прибылью. Он сам стремится, этот молодой человек, вот с малых ногтей, уже где-то так подсуетиться, он где-то подзаработать, может быть, даже украсть. Ничего зазорного в этом нет, вы посмотрите, вот сейчас разоблачение последних даже уже не лет, а дней тут у нас правительство опять взялось за губернаторов, ну, за самих себя что-то не очень берутся, да, вот за губернаторов они взялись, вы знаете, там генерал-полковник одного, то есть разоблачили в миллиардном воровстве, ну и так далее. Ну, так как это с антинаукой-то связано, вот какая тут связь, я-то ведь про поводу не воровства, не по поводу оскудения, да, вот казны нашего государства, вот как это с наукой связано, да, дело в том, что если вот ориентация на прибыль любой ценой, да, ориентация и производства, и образования, вот я сегодня был еще на ученом большом ученом совете моего родного университета путей сообщения, выступал проректор по экономике, у меня такое было впечатление, вот он говорил 40 минут, и у меня такое впечатление, что я на каком-то производственном заседании нахожусь в совещании какого-то большого завода, речь идет о том, выполнили план по добыванию денег, тот или иной факультет, та или иная кафедра, и вот кафедры там в прорыве, ну, понятно, моя кафедра, вы понимаете, какие деньги мы можем добыть, то есть у нас ориентация, вот, коммерциализация образования, ориентация вузов не на то, чтобы дать знания, а на то, чтобы наполнить кошелек, кошелек в данном случае не собственный, а института, университета, академии, потому что без этого нельзя дальше жить, поскольку университеты, вот, вы знаете, распадаются, они объявляются нерентабельными, тут тоже есть уже... И они отменили электрички. Ну, электрички это тоже, так сказать, отменили некоторые граждане, которые у меня учили в вузе, да, но это уже другой разговор насчет отмены электричек, а вот по поводу образовательной системы, она начинает, вот, в связи с реформами, так сказать, благостными вроде образования, вся система образования, начиная не только со школьного, а с детсадовского образования и воспитания, трещит, по швам рвется, специально разрывается. И вот эта ориентация уже у маленьких детей на то, что вот надо сделать то-то, и тогда тебе купят мороженое, мороженое, вот, хотя вроде бы мы тоже в детстве почти так воспитывались, но ведь у нас это мороженое не было главным, да, главной целью нашей жизнедеятельности. Так вот, теперь о научном мировоззрении, наступлении. Науку и образование крушат, и очень даже серьезно. Схлопываются программы образовательные, закрываются вузы, объединяются, становится образование куцем. Ну вот в чем это проявляется? Переход на знаменитую, печально знаменитую, известную, конечно, для вузовских работников, двухчленку, так называемую. Это переход на бакалавров и магистров. Основное у нас образование сейчас в стране дается бакалаврам. Магистры, вот в нашем вузе магистры, только 5% от бакалавров идут в магистры. Знаете, вот такое, 5% по разным причинам. А что такое бакалавр? Это вот на производстве этого бакалавра воспринимают, у меня много уже знакомых моих бывших учеников в УЗИ, которые занимают очень высокие положения, хоть до заместителей председателя ООО РЖД, министров и так далее были. Ну вот они говорят, что это такое бакалавр. Они воспринимают бакалавру как выпускника хуже, чем ПТУ. Понимаете, ПТУ он еще мог что-то руками работать. На это он был наценен. Кстати, я тоже несколько лет работал в системе ПТУ, знаю это не понаслышке. А этот ни руками, ни головой ничего не умеет, потому что ему дали вот 4 года. И все курсы урезаны. Ну, не только какие-то общеобразовательные, но и спецкурсы урезаны. Поэтому он ни теоретически, ни практически не успевает стать за эти 4 года специалистом. Ну и, конечно, если он такой недоучка или она со школьной скамьи, то в его несчастную юную голову можно внедрить какие угодно завиральные идеи. И внедряет. И вот тут уже наступление антинауки. Наука убирается, урезается, курсы режутся. Вот курс философии. Я вам честно вам скажу, я в отчаянии нахожусь уже 3 года. После того, как курс философии, который я читаю в вузах уже 45-й год учебный, 45-й год, да? Страшно самому признаться в этом. Так вот, последние 3 года я читаю этот курс для таких же ребят по возрасту полугодовой. Один семестр. Вместо двух семестров было два семестра. Первый семестр мы посвящали изучение истории философии. Второй – современную проблему философии. Теперь все смешалось в доме Обломских. И я, честно говоря, вот при большом опыте работы, я вижу, что просто не уложить вот этот семестр. Хороший курс философии. А хороший курс хорошей философии. А сколько часов? И вот тут, ну, сейчас не будем это заниматься. Часы урезаны в два раза. И по лекции, и на семинары. Поэтому ребят приходят. Но это мы не будем сейчас специальные вопросы решать. А вот не специальные вопросы. Вот я уже вижу свою какую-то бессильность в преподнесении этого материала, который я считаю своим долгом преподнести. И, в частности, через курс философии бороться с антинаучным мировоззрением. А все оно, это антинаучное мировоззрение выражается. Ну, как философ я скажу, что всякое антинаучное мировоззрение, прежде всего, имеет философским своим основанием либо объективный, либо субъективный идеализм. В конечном итоге бывает еще метафизический материализм, который ведет либо к объективному, либо к субъективному идеализму. Ну, это я так абстрактно. А вот конкретно. Какие антинаучные взгляды прививаются нашим детям, нашему юношеству и нашему обществу в целом? Ну, достаточно включить радио, телевизор с утра, днем, вечером, глубокой ночью, переключаете каналы, и вы видите. Значит, по одному каналу телевидения там экстрасенсы, ведут свою битву экстрасенсы, да? По другому каналу телевидения, телевидение вам, значит, показывают интересную, вроде научно-фантастическую какую-то картину, в которой происходит проникновение через пространственный временной континуум, через портал, который организуется черной дырой, в какое-то иное измерение, или в прошлое, или в будущее. Вот сейчас, понимаете? Все это паранаучные взгляды, не имеющие отношения к действительной науке. К сожалению, у нас и ученые-то иногда поддаются. Вот, понимаете, ученые, вот есть такое выражение, крылатое известного литературного героя Козьмы Пруткова, специалист подожмен флюсу. Так вот, иногда и большие специалисты, это, кстати говоря, Владимир Ильич Ленин отмечал еще в материализме, эмпирифицизме, вот такая ситуация, когда физик, гениальный физик в одной области, вот когда только начинает речь идти об интерпретации даже данных его физической науки, он впадает в идеализм, либо в объективный, либо в субъективный. Это было во времена Владимира Ильича Ленина, когда он писал материализм, эмпирифицизм, напоминаю, это начало прошлого века, 1908 год. И это и сегодня продолжается. Вот эти рассуждения, как будто такие интересные, и как будто безобидные, вот об этом проникновении в прошлое, в будущее, и возможности повлиять на будущее или на прошлое, прониклось через эти порталы, пространственно-временного континуума. Термин-то из теории относительности взят, пространственно-временного континуума. Но интерпретация этого термина совершенно антинаучная, противоречащая теория относительности. Дело в том, что что относительно в теории относительности? Я, конечно, не могу никаких популярных лекций читать, за неимением времени это требовалось. Я читал, кстати, по теории относительности могу, но это мне надо 10 лекций по теории относительности. Я не думаю, что это нужно. Так вот, что относительно? Относительно, прежде всего, пространства и время. Относительно чего оно относительно? Относительно материальных систем. И вот Эйнштейн, еще заканчивая свою работу к электродинамике движущихся тел 1905 года, написал, что раньше люди считали, что если каким-нибудь чудом все материальные системы Вселенной исчезнут, то пространство и время останутся. Пространство как пустой ящик, а время как какая-то временная река. Это представление классической, кстати говоря, физики, на этом замешанной. А проявились эти представления, опять же, еще в Древней Греции. Ну и сейчас не буду эту предысторию. Так, согласно теории относительности, вместе с материальными системами исчезает и пространство, и время. Ибо пространство и время являются характеристиками изменения материальных систем. И не может существовать характеристика, свойства без самой материальной системы. А у нас сейчас, пожалуйста, может. Ну, казалось, ну и что? Ну и как это влияет вообще на политику? Влияет, представьте себе. Каким образом? Ну, скажем, ну а чего плохого? Вот вы помните борьба Владимира Ильича? Вот всегда такая перекличка у нас с историей и нашей большевистской партии. Перекличка. Вот борьба, помните, с Луначарским и с Базаровым по поводу богостроительства, богоискательства. Не хотели. Ну, чего-то такого плохого, если, скажем, коммунистические идеи, они так похожи на христианскую идею, философию. Кто не работает, тот не ест. Вот по труду буду судить тебя и так далее. Это высказывание Иисуса Христа. Ну и так далее. Как бы вот нашу религиозную массу наших, в основном крестьянства нашего, российского тогдашнего, как бы вот к идее коммунизма, что они там, смогут ли они осилить Макса? Макса, да, даже, может быть, популярные работы Энниса не смогут. А вот через религию можно. И вы знаете, что Владимир Ильич был непримиримым противником такого вот подхода, что создать какую-то новую религию, синтетическую, из старой христианской религии подправить еще немного вот коммунистическими идеями, да, что-то взять от Маркса и преподнести это народу. Он говорил о том, что несовместимо вот идеология и философия христианства с идеологией и философией марксизма и, безусловно, с политикой большевиков. А вот у нас сейчас, вы знаете, наши коллеги и собратья по КПРФ считаются вполне опять совместимы. Они с религией заигрывают. Постоянно изюганов постоянно этим занимаются, да. Ну и вот я стал говорить насчет пространства и времени. Что тут плохого-то вроде? Ну и что? Ну будем считать, что абсолютное пространство, пространство и континуум. И можно действительно путешествовать в прошлое и в будущее. Попутешествовали в прошлое, оттуда повлияли на настоящее. Как хорошо, да. Или в будущее мы теперь знаем, к чему мы можем стремиться, к чему мы не можем, да. Потому что будущее где-то есть, помимо настоящего. И прошлое где-то есть, помимо настоящего. Казалось бы, в чем тут вред-то какой? Какой идеологический вред? Так вот в том-то и дело, что вместо борьбы с реальным противником и с реальными обстоятельствами, врагами, так сказать, прямо скажем, Отечества, наши идеологические противники являются врагами Отечества, антипатриотами. Я хочу это доказать на нашей конференции, которая 22 апреля будет. Так вот, получается так, что есть и другие пути, скажем, борьбы за светлое будущее, да. Кроме как борьба с частной собственностью на средства производства, да, и с эксплуатацией, есть другие формы воздействия, да. Ну, можно к Богу обратиться. Вот почему сходится в таком социально-политическом плане воздействие на умы и сердца большинства населения со стороны объективно-идеалистического мировоззрения и субъективно-идеалистического, я надо напомню. С позиции объективного идеализма, любого объективного идеализма, мир сотворен и управляется некой сверхъестественной идеальной силой. В самом распространенном варианте это, конечно, Бог, Божество. Божества, если полиэтеизм, много Божия. Вот. А последняя, знаете, писк объективного идеализма, это информационная матрица, которая управляет информационное поле, иногда говорят, ментальный мир, вот, понимаете, как наукообразно это звучит, да. И многие в это верят. Матрица квадрата. Вот. Разные бывают матрицы. Вот. Дело не в этом. Они информационные, в чистом виде информация, которая управляет нашим миром и не нашим миром, любыми мирами. И почему это, так сказать, вредно вот так для нас, для коммунистов, так сказать. Потому что, вы представляете, вот человеку плохо живется, у него зарплата маленькая, у него пенсия ничтожная, еле концы с концами. Все вокруг, все дорожает. Медицину он не может получить достойно, потому что у него денег нет лечиться. Обучить своих детей он не может, потому что у него денег нет. Все это, так сказать, ватно стало. И он, конечно, чувствует свою такую бессмомощность, угнетенность. Ну, тут бы он к нам пришел, мы бы его на улицу вывели. А тут он идет куда? Он идет, если им овладело религиозное мировоззрение, он идет в храм, он идет в синагогу, он идет в мечеть. И там он лично для себя просит, чтобы вот пошли мне и моей, конечно, семье, моим детям, а не всему человечеству. Вот что-то более лучшее. Вот этот крайний индивидуализм, который совмещен с религией и совсем объективным идеализмом. За себя я прошу, за своих детей. Что я за свое человечество или даже за государство, раз я буду просить. Вот в этом еще корне антипатриотизма всякой религии, хотя наша религия все время пытается представить, что они на передовом рубеже борьбы, так сказать, патриотической борьбы. Все как раз наоборот. Это крайний индивидуализм. Вы заметите, вот сейчас пример такой, вот по этому поводу приведу, хоть я отклоняюсь немножко, на Украине. Христиане, православные с православными скликнулись. Что, на религиозной почве? Нет. На классовой почве? Нет, они одному классу принадлежат. Вот тут обман. Вот тут идеологическая эта борьба и нужна, чтобы просветить умыто. Средства массовой дезинформации населения колоссальное влияние оказывает. Поэтому наша идеологическая борьба. Значит, вот я говорю, объективный идеализм. Любой вариант. Тебе плохо, идешь либо в храм либо начинаешь вот у меня сосед по даче несчастный умер моложе меня. Вот все. Почему? Потому что хотел излечиться. Он, значит, вот с информационным полем земли, человек с высшим образованием, физик. Ну, наверное, что-то у него помутилось. Вот он стоял, извините, в одних плавках на крыше плоской своего сарая, воздев руки к нему и связываясь с космосом, с формационным полем этого космоса. Он святого это верил. И говорил, что излечился он, он ему легче стал. А в конце концов несчастный умер. Ну, я с ним спорить не стал, бесполезно. Это очень упертый человек. Но таких менее упертых, более упертых важно, что ищут они для себя какого-то или излечения, или, так сказать, улучшения своей жизнедеятельности в чем-то, да, благо какого-то для себя вот где-то вот в каком-то сверхъестественном идеальном начале управляющем мира. Вот его Бог туда и забрал. Ну, а, да, ну, долго призывал. Вот видите, какие могут быть интерпретации. А субъективный идеализм как основа тоже антинаучного мировоззрения и множества взглядов. Да? Что такое субъективный идеализм? Субъективный идеализм это такая философская, в общем, так сказать, концепция или просто взгляд, когда человек считает или ряд лиц считает, что уже сознание не сверхъестественное, а сознание человеческое является, если не генетически, то функционально первичным по отношению к деятельности человека, отдельно взятого и даже человечества в целом. более конкретные примеры. Зависит наша жизнь от того, моя личная, от того, насколько я соображаю в этой жизни. Зависит, а почему нет. И вообще, прежде чем что-то сделать, я должен подумать, а если я сначала сделал, а потом подумал, материя первична, а сознание вторичное, так я просто дурачок, если я все время так поступаю, сначала сделал, а потом подумал, что же я сделал. Вот в этом-то корни субъективного идеализма состоят. Когда мы, как сознательные существа, предваряем виноват нашу деятельность каким-то сознанием, какой-то идеальной целью, возникает вопрос, откуда у нас эта цель взялась в результате химического процесса в голове. Цель возникла. Это отражение опять-таки нашей деятельности. Цель это мы получаем, опять Ленин, цели нашей философской тетради Ленина, получаем благодаря отражению окружающего мира, из самого этого мира, а не откуда-то там, сверху или из собственной головы берем. Поэтому конечная первичность материальная в этом как раз и обнаруживается, но увы, вот конечная первичность материального многими не обнаруживается и говорят, что идеальное человеческое сознание вот оно все творит. И отсюда какие идеи? Ну, скажем, самый распространенный политический выход это от субъективного идеализма такого, что называется, упёртого. Это абсолютизация роли личности. Как положительной, так отрицательной личности в истории. или не только в истории, а в деятельности отдельно взятого даже предприятия и коллектива. Плохо работает предприятие, надо сменить руководителя. Первая задача. Ну, сменили руководителя, опять плохо работает. Ещё раз сменили, опять плохо работает. А может ли это предприятие в принципе хорошо работать? Точно так же, как главу государства. Можем поменять. Вы знаете, почему вот эта субъективно-идиалистическая концепция, которая связана иногда с культом какой-то харизматической личности, опять субъективный идеализм. Макс Вебер ввёл такую периодизацию истории, когда на каком-то этапе люди верят в какую-то харизматическую личность, ей подчинены, они идут за этой личностью, и поэтому у них что-то вроде хорошо всё и получается. Но почему это не подходит для научного мировоззрения, и для коммунистического мировоззрения не подходит? Потому что в истории уже столько примеров, нашей даже российской истории мы видим. В частности, вы знаете, наши отчаянные совершенно отважные люди, народовольцы, которые несчастного Александра Второго всё преследовали, и стреляли в него, и бомбу бросали, всё никак-никак, а потом наконец удалось, взорвали. Ну и что изменилось? Вот когда народовольцы приходили ещё к молодому Плеханову, чтобы как-то он их поддержал, как теоретик уже тогда достаточно мощный, он сказал, что ребята, я так несколько перефразирую, мне с вами не по пути. Вы что добьётесь-то? Вот хотите террористическим путём этого Александра Второго убить, ну и что, в имени царя вместо двух палочек будет три палочки, вот и всё. Так и получилось. И поэтому Владимир Ильич знаменит его слова, мы пойдём другим путём, не надо абсолютизировать роль личности в истории, поэтому наш партийный гимн включает эту замечательную фразу, никто не даст нам избавления, не бог, не царь, и не герой, а мы всё герои ищем, смотрите как у нас в обществе герои, сейчас Путин у нас герой, опять цена гребни патриотизма, а как же, ну а что, против Крыма-то, вроде как, здравомысливый человек не может возражать, что Крым это правильно присоединение, и я считаю, что правильно, да, но это не делает, не обеляет вообще весь строй нынешний, не делает его из капиталистического к каким-то коммунистическим, раз присоединение к Крыму у нас всё в порядке, вот понимаете, это опять проблема ложного патриотизма, а замешано вот на патриотизации опять роли личности в истории, и почему это очень так полезно правящему классу, нынешнему нашему, потому что тогда, как говорил Маркс, недовольство существом строя оборачивается недовольством в отдельной личности, он плохо управляет, давайте его снимем, при помощи демократических выборов, ну сняли демократическую, в Европе это чекарда демократическая, сколько в некоторых странах происходит, там выбирают каждый год нового лидера, ну и что, а вы друзья, как не садитесь, всё же музыканты не годитесь, сказано в одной басне, и тут тоже вот эти все лидеры, они все из одной колоды карты, то есть одного класса, интерес одного класса представляет, а народ продолжает верить, но ведь эта вера-то очень полезна для правящего класса, даже если отдельно взятого представителя классов во власти, вот как Александра Второго просто уберут физически, ну и что, для класса-то это не опасно, для всего класса, ну одним можем даже пожертвовать, скажем, средневековье могли бы пожертвовать каким-то лидерам, впрямую, да и сейчас могут пожертвовать, члены мафиозной банды, могут пожертвовать своим главарем, если уж так приспичило, лишь бы сохранить свою власть и всю банду, могут, так что понимаете, вот получается, что для класса это совсем не опасно, а может даже и полезно, ротация происходит кадров, там какая-то другая группировка к власти придет внутри класса, которая еще не насытилась, понимаете, в чем дело, вот, поэтому такие субъективные юристические взгляды, субсультизация роли личности в истории, да и, так сказать, вот при выборе даже вот куда-нибудь муниципальный совет, как люди приходят и рассматривают, я-то вот уже, вы знаете, ходил во многие там, пытался попасть, структуры никуда не попал, вот, от КПРФ там и законодательное собрание, и дважды муниципальный совет, и я наблюдателем, я много раз работал еще, так вот, видел одно и то же, приходят люди на выборы, они до этого, конечно, со списком этих не знакомились, не избирателей, не избираемых, не смотрели, или вот они пришли на избирательный участок и смотрят на фотографии, короткая подпись, подпись там вот эта, краткая биография их не интересует, что их больше всего интересует, десятки раз смотрел, вот подходит муж с женой, молодые еще, она говорит, вот давай за этого проголосуем, смотри, говорит, у него глаза-то какие хорошие, честно, я такой открытый, а муж говорит, да чего, честно, смотри, у него губы какие узкие, какие злые, наверное, нет, не из-за этого, смотри, вот этот губастенький мне больше нравится, понимаете, как народ у нас выбирает, да, и вообще, когда выбираем какие-то личности, а не выбираем определенные, так сказать, классовые позиции, то народ всегда будет в прозраше, это кому на руку, правящему классу, вот поэтому этот субъективный идеализм так и пестуется, так и, так сказать, поощряется всячески, со всех сторон, в том числе, со стороны вот абсобитизации каких-то, в общем, может быть, научных положений, вот вы знаете, мне последнее время, я читаю курс современные проблемы науки, да, нашим аспирантам, мне приходится бороться еще с одним новомодным концептуальным таким образованием в космологии и космогонии, это так называемый антропный принцип, а что это такое, ну я, так сказать, в двух словах вынужден это пояснять, антропный принцип антропа с человек, да, вот в чем смысл антропного принципа в космологии и космогонии, что вот оказывается физические константы Вселенной в момент ее образования примерно 13 миллиардов лет того назад, они были таковы, что позволили развитие вот механическое, физическое, химическое, биологическое довести до социума, до человека, вот будь бы спин у электрона преобразований Вселенной немного другой, там не 124, а 128 предположим, да, то мы бы с вами тут не сидели, потому что с таким спином у электрона вот такие существа не могут существовать, просто, изначально, понимаете, и, значит, получается, что вот это было заложено, а кем, пардон, заложено, господа, товарищи астрофизики, вот, вот, которые верят в этот антропный принцип, это же, это, понимаете, во-первых, это явная теориология, не теология еще, а телеология, то есть целеполагания, в природе заложен был, вот, такой вариант развития, который приходит именно к нам, к человеку, на земле, вот, в таком варианте, вот, значит, целеполагания, а кто ставит цель, если всей природе присуща цель, то тогда получается, что вся природа, так сказать, немножко разумна, потому что тот, кто ставит цель, он разумен, или кто-то из не ставит эту цель, понимаете, вопрос, это один момент такой, значит, теориология оборачивается теологией, надо Бога привлекать, сверхъестественное, реальное начало, это раз, а во-вторых, а во-вторых, здесь получается, что абсолютная необходимость какая-то, вот именно такого пути, хомо сапиенс, на земле, вы представляете, если у нас в нашей галактике Млечный Путь около 300 миллиардов звезд, а таких галактик в метагалактике около 350 миллиардов галактик, а сколько планет вокруг каждой звезды, у нас только звезд в нашей Вселенной, в метагалактике, больше, чем песчинок на всем земном шаре, звезд, а сколько планетарных систем, и оказывается, что вот при рождении метагалактики, в результате последняя концепция, тоже еще концепция, которая не стала теорией, она на уровне гипотезы, ее усердно пропагандируют, что это, так сказать, законченная теория, получается, что вот тогда, 13 миллиардов лет тому назад, уже было заложено, что в одной из вот этих сотен миллиардов звезд, только в одной из, опять, сотен миллиардов галактик, появятся планетарные системы, и на этой планетарной системе появимся мы с вами, вот это было заложено, что это как не мистика, мистика в чистой воды, а что, чем это вредно для нас, вот для коммунистов, а тем вредно, что, оказывается, все было заложено, так было заложено и наше нынешнее существование, и вот этот ренессанс капитализма, который мы сейчас переживаем, это тоже было заложено, кого тут винить, вы понимаете, оказывается, вот там еще, спину электрона такой был, поэтому у нас сейчас такая политическая система, поэтому у нас тут все губернаторы воруют, и мы прочее, там, все, понимаете, антинаука идет, да кого тут винить, некого винить, да, эти, мы скажем, ребята, мы не виноваты, тот же Сердюков, которого, видите, совсем уж реабилитировали, оправдали, и он теперь хорошее место занимает, а вот он, не наградили, правильно, правильно, так он же не виноват вообще, никто не виноват, понимаете, вот, если так все с абсолютной необходимостью так развивается, это еще и метафизика, абсолютизация необходимости в развитии, а вот случайные флуктуации, это, так сказать, не принимается во внимание, это тоже не диалектический подход к миру, проявляется вот, вот, такие вещи, ну, а дальше и больше, вот, когда говорят об естествознании сегодняшнем, некоторые наши специалисты в области естествознания, дело ведь антропным принципом, как говорится, не заканчивается, но я вижу, что тут, да, вы на меня, а можно, да, говорить, вот, вот, я же в техническом УЗе, как вы знаете, преподаю, поэтому мне приходится и какие-то тут примеры-то из области техники, связанные, конечно, с фундаментальным естествознанием физики, вот, последние несколько десятилетий уже, ну, два десятилетия, ну, как Советский Союз пал, вот, тут и началось, да, тут и вот антинаучное мировоззрение, тут и религия подняла голову, да, и так далее, и тому подобное, и вот тут носятся, знаете, некоторые специалисты в кавычках, но вообще-то шарлатаны, ну, почему их поддерживают, даже на правительственном уровне, с какой идеей, с идеей так называемых торсионных полей, вот, если вы хоть не всегда, а хоть иногда слушаете радио или телевидение, вы слышали этот термин, торсионные поля, что это такое, вихревые поля, которые образуются за счет закручивания пространства, опять, пространство не может закручиваться, нет пространства как такового, вот, если закручиваются поля вокруг какого-то электромагнитного прибора, так этот прибор закручивается, да, а они, поля сами по себе, тем более, пространство, да, создает какое-то поле, не может пространство создавать какое-то еще поле, она сама есть характеристика изменения материальных систем. Но вот торсионные поля. И за счет этого, якобы, можно такие генераторы, которые эти торсионные поля каким-то образом используют, создать уже и проект. Есть такой и не один проект, который имеет КПД до 500%. Понимаете? Это вообще уже наука в чистом виде. Но интересно, что вот у меня есть тут документ, я уже, знаете, подготовился солидно, более чем необходимо, потому что у меня есть тут документ, который, значит, жалобы на жуликов со стороны Болгарии, некогда нашей такой замечательной, почти Советской Республики, как вы знаете, Болгария называет, что наши жулики российские продали эту разработку проекта с документацией, с чертежами торсионного двигателя Болгарам. А те дурачки, ну не всем Болгарам, там определенной какой-то предприятию какому-то, те купились, в буквальном смысле купили этот торсионный генератор, у них, они собрали все по чертежам, все точно, наладчик приезжал, обещал еще раз приехать, потом скрылся, и наладчик, и фирма. И вот они ноту протеста, ну что же вы, а у нас демократия, у нас каждый имеет право разработать любой торсионный генератор. Но это вот такой пик, так сказать, благодаря которому мы узнали об этом чуде, так сказать, вообще склонность к чуду, и попытка решить проблемы через чудо, через чудо божественное, через чудо вот торсионного генератора, а как же, представляете, такое КПД у генератора, до 500%, понимаете, но это нарушает все законы физики, понимаете, тогда мы уже неизвестно, в каком мире живем, если торсионный генератор мог бы существовать, вообще в принципе. Кстати говоря, говорят, что вот торсионный генератор можно как двигатель в машине времени установить, ну конечно, все сочетаемо, одна мифологема, так сказать, с другой мифологемой, вот такие вещи. Дальше еще, вы слышали, наверное, сейчас немножко потухла эта волна, увлечение биополем, биополе есть, у каждого живого существа биополе, некоторые называют аура, надо лечить биополе, поправим вашу ауру, поправим ваше биополе, а вы вылечите. Ну карма это другой момент, это не биополе, прошу не путать тут, божий дар с яичницей, вот, да, так вот, биополе, да, группа наших виднейших академиков, лауреаты, еще тогда два было у нас, живых лауреат, Нобелевской премии по физике, в том числе и Этал Феров, подписали специально открытое письмо правительству, что, ну, закройте вы этот ящик Пандоры с этим биополем-то, вот, потому что люди увлекаются, начинают верить, переставить, это же вредно, потому что люди не верят уже врачам, да и потом веришь, не веришь, а к врачу пойти надо большие деньги заплатить, а вот этот специалист, который по биополе меньше берет, поэтому к нему рентабельнее пойти, биополе-то полечить свое, вот, и заметьте, опять же, у вас какие-то проблемы в семье, да, с заработком, с пенсией, со здоровьем, да, и правительство это никто не будет обвинять, если уверен, что биополе, почему и так поддерживается, да, и вот это письмо академиков осталось, это еще лет, пять тому назад было такое письмо, у меня оно, кстати, есть полностью, я уж не буду засчитывать, в качестве документа, но мимо оно прошло, понятно, собака лает, а караван идет в ту сторону, в которую его ведут погонщики, наши погонщики знают, куда везти караван, да, вот, и они ведут его, и вот вы понимаете, что каждый день буквально получаем, вообще вы смотрите, благодаря вот этой антинауке, шарлатанству, которое поощряется на правительственном уровне, как на правительственном уровне поощряется, и еще чудовищная коррупция, до сих пор закон о коррупции, заметьте, в Думе не принят, почему, потому что там 50%, если не больше, коррупционеры сидят, вот скажи это где-нибудь, так я бы уже сам сидел, но только не рядом с Думцами, да, а где-нибудь в другом месте, за оскорбление с Государственной Думой, да, скажем, в открытой печати и прочее, я же доказать-то это не могу, вот, и не смогу никогда, вот Сердюкова-то не смогли доказать, что он виновен, да, а доказать, что он не виновен легко, пожалуйста, значит, вот понимаете, что делается, вот, мы живем вообще, вот смотрите, в каком-то фальсифицированном насквозь мире, где все поддельно, где все ненатурально, начиная с продуктов питания, да, сплошной фальсификат, ни одной консервной банки нельзя открыть, чтобы не обнаружить там фальсификат, явный или скрытый. Мы все время видим, вместо каких-то действительных научных положений, в нашей СМИ, по одному и по другому поводу, возникают все какие-то вот мифологемы, очередные, но там нашли, помню, совсем недавно, девочка рентген, которая насквозь вообще всех видела, рентген ей не нужен. Она замечала, так сказать, какие органы у человека не в порядке, и все в порядке, и все верят в это. Нашли другую девочку, еще другого мальчика, которые вдруг неожиданно заговорили, после болезни, на древнем арабском языке. Хотя сами эти девочки, или мальчики, кто там был, там девочка и мальчик были, они, значит, вообще в русской среде воспитывались, и этого древнеарабского никогда не знали, не слышали. Вы верите в это? Большинство поверили. Что действительно, это все, конечно, чур. А для чего это все делается? Ну что, невинные забавы? Нет, невинные забавы. Это все попытка увезти и уводит. Огромное большинство населения у нас погрязло, вот в этом, понимаете, даже слова-то приличного не могу найти. Вот, понимаете, в этой мишанине нет ничего научного мировоззрения. Вот даже специалист в какой-то области, как только он из этой области уходит чуть-чуть в сторону, все, он уже не специалист, и он уже верит в такие вещи, которые даже в средневековье уже, так сказать, ну, подсмеивались. Вот смотрите, Томас Гоббс в 17-м столетии в середине пишет, астрология, один из способов опустошить карманы глупой толпы. В середине 17-го столетия, а сейчас 21-е, карманы глупой толпы по-прежнему опустошаются. Почему? Потому что изначально дураки нет. Дурят народ. Жизнь-то наша коротка. Образование фундаментальное получить далеко не всякому удается. Тем более наше образование трещит по шлам. Я уже с этого начинал. Поэтому я думаю, уважаемые товарищи, вообще примеров там с астрологией, с вот этими чудесными, скажем, генетическими, как будто превращениями, вот теперь стали верить то, что открыт геном человека, расшифрован, но теперь мы можем все проблемы решать на уровне изменения генома. А кто будет геном изменять и не приведет это к отрицательным последствиям? Не сделают ли из нас касту рабов, которые повышать не будут освобождение на уровне генотипа? Это возможно. Даже без мутации генотипа сейчас это еще возможно. Уже вернее возможно. Понимаете? То есть вот даже научное достижение можно обернуть против большинства населения. А уж если речь идет об уходе от науки, о шарлатанстве, которое узаконено на государственном уровне. Я вот тут, значит, с удивлением тоже прочитал, вот, к сожалению, потерял эту в обилии записки, но все-таки хотелось бы привести интереснейший пример. Ну, знаете, по памяти. А, вот. Один из заместителей секретаря Совета Безопасности России, Спасли, готовясь, значит, вот, выступать на Совете еще восьмерки, тогда, да, которая не распалась, значит, он анонсировал в одной из своих статей, значит, следующие моменты, которые хотелось бы там осветить. Он пишет о том, что приближается прорыв в энергетике, управляемый термоядерный синтез, ну, хорошо, водородная и вакуумная энергия. И дальше он начинает размышлять о вакуумной энергии. Получение энергии из вакуума – это замечательная вещь. Ну, что, с одной из шарлатанов. Но на чем это замешано? Вот я уже говорил о том, что физики иногда не шутят, а всерьез говорят о том, что является ничем иным концептуальной схемой. И с реальностью эта схема имеет очень мало параллелей. И вот одной из таких концептуальных схем является схема так называемого физического вакуума, которая вовсе не вакуум как таковой, то есть не абсолютная пустота, а там есть некоторые частицы. Ну и что? Так вот, благодаря этому можно получать оттуда энергию. Но энергию, наверное, можно получить не большую, чем содержат те частицы, которые там пребывают. Потом вот эта концепция физического вакуума, она сопоставлена с идеей пустого пространства. С одной стороны пустое, а с другой стороны там вот этот физический вакуум. То есть вот возникает некая подчас игра терминами, которые интерпретированы в разных концептуальных схемах по-разному. И вот это смешение концепции, концептуального, перцептуального, данного нам в ощущении мира, объективно и реально, происходит повсеместно, повсюду. Вот о чем бы мы с вами не говорили. Ну скажем, трехмерное пространство Эвклида – это концепция. Трехмерного пространства вообще не существует как такового. Вот эта концепция, но кто у нас не попадается на эту концепцию? Все. Все, так сказать, в этой концептальной схеме. Вот. Эта концепция хороша для классической физики Ньютона. Но и классическая физика Ньютона тоже ограничена в своем применении. Распространять ее на все, на все взаимодействия. Значит, мы должны классическую физику переместить в область микромира, и там квантомеханические процессы по классической физике Ньютона ну совсем не могут быть никак интерпретированы. Тут другая концептуальная схема. Но заметьте, нельзя абсолютизировать и эту схему, последнюю, квантово-механические взаимодействия. Мир не может быть редуцирован ни квантово-механическим взаимодействием, ни взаимодействием на уровне, который рассматривал макромер, на том уровне, который рассматривает макромер классическая физика Ньютона. И вот эти игры все, ученых, которые иногда сами не понимают, что они ведут такую игру с объективной реальности при помощи своих концептуальных схем. А они оборачиваются вот такими заявлениями, вот это официального лица с советом безопасности связанных, что давайте из вакуума, ребята, энергию будем получать. Как хорошо-то, понимаете? Но это же тоже уводит нас, мы можем решить эту проблему. Или еще, казалось бы, ни с чем антинаучным, да, последний пример приведу, вроде бы не связанно и не связанно прямую ни с объективным, ни с объективным идеализмом. Ну вот только ленивый сейчас политик не говорит о том, что мы живем в постиндустриальном обществе или в информационном обществе. информационная безопасность, информационная насыщенность, информационный прорыв. Вот эти все термины у всех на слуху, и без них нельзя обойтись ни политику, ни, кажется, экономисту, ни какому вообще человеку в мире. И вот это упование на то, что постиндустриальное общество, это общество высочайшей производительности труда, которое, эта производительность, снимет все социальные проблемы, это тоже мифологема, рожденная в конце 20 века, и сейчас успешно эксплуатируемая нашими, прямо скажем, идеологическими противниками. И никакой классовой борьбы не будет, когда мы достигнем наивысшей производительности труда. Что здесь забывается? Ну я не буду там автора перечислять. Забывается то, что Маркс базисом назвал отнюдь непроизводительные силы. И в производительных силах отнюдь не выбирал в качестве базиса технику производящую, потому что техника производящаяся состав, в составе производительных сил, но не может быть производительной силы к технике редуцирована. А базисом Маркс, и напоминаю, уважаемые товарищи, мы с вами все это помним, должны помнить, Маркс считал производственные отношения, отношения собственности на средства производства. Поэтому вот самые выдающиеся производительные силы, прежде всего самая выдающаяся техника, а вот эта концепция постиндустриального общества, информационного общества, это концепция, так называемая, одна из концепций ведущих технологического детерминизма, где техника абсолютизируется, роль техники, производительность труда за счет выдающейся техники. Так вот никакая выдающаяся техника и производительность труда социальной проблемой не решит. И это уже было ясно Марксу, когда он критиковал Прудона за его работу «Философия нищеты», где Прудон удивлялся, как же так за 100 лет от середины 18 до середины 19 столетия, производительность труда в ряде основных производств в Европе возросла в 10-12 раз, а рабочий не стал жить лучше в 10 или хотя бы в 2 раза, а стал жить хуже. Вот Маркс поясняет, за счет чего это получается. Так что выдающаяся производительность, выдающаяся техника, производительность труда высокая, и вот эта информационная техника, информационная насыщенность какая у нас идет, колоссальная, так это только может увеличить эксплуатацию. Вот это выдающаяся. И если не будет решен вопрос, чья это техника, не будет решен вопрос базиса производственных отношений. Если это принадлежит всему народу, так это коммунизм, то бы спорю. Но они же этого не заявляют, эти ребята, теоретики, постиндустриального информационного общества. А это как раз будет антинаука. Почему? Ну это надо доказывать опять-таки. Вот есть критерии научности, в отличие от критерии от истинности. Я вот хочу этим закончить. Потому что вот как отличить антинауку, лженауку от науки? Есть замечательные критерии, которые, кстати говоря, нашли субъективные идеалисты. Представители так называемого неопозитивизма. Это 30-е годы прошлого столетия. Они нашли и считали, что это критерии истины. Они нашли критерии научности. Рудольф Карнав. Истинным надо считать суждения, которые внутренне логически непротиворечивы, и логически не противоречат другим суждениям в составе данной концепции. Логическая непротиворечивость – критерий научности. Карнав с товарищами решили, что это критерии истинности. Это неправильно. Но это критерии научности. Почему не критерии истинности? Потому что логически непротиворечивым может быть и не истинная научная концепция. Логически непротиворечивая система Птолемея. Она ничуть не менее стройная, логически выверенная, математически точно рассчитанная, чем система Коперника. Но она не истинна. Но если нам предлагают какую-то концепцию, которая сама себе противоречит, а можно доказать, что все антинаучные, псевдонаучные, лженаучные концепции, они логически противоречивы. О теологии я не говорю. Там просто пробы нигде ставить по поводу логики. Все время логические противоречия внутренние раскрываем мы. Но верую, потому что абсурдно, как говорил Тертулян. Поэтому логическая противоречивость не является для теологов критерием ненаучности. С их точки зрения. Так вот, это-то и мы должны, наверное, наша задача всех коммунистов раскрывать антинаучность, лженаучность, псевдонаучность, каких-то построений, которые все время впрыскивают в сознание нашего народа, для того, чтобы заменить в этом сознании действительную науку. И для того, чтобы этот человек стал слепым. Вы помните плакаты первых лет советской власти, когда боролись с безграмотностью, победили безграмотность. Решили это, ведь вы понимаете, сейчас студенты не верят, когда я им говорю, что в царской России около 80% населения было безграмотно. Им же что говорили в школе? Что там вообще житница и здравница была? Вот, замечательно люди жили. И только какой-то злокозненный Ленин, вооружившись дойщемарками, два вагона дойщемарков, подкупил на эти дойщемарки там, так сказать, безграмотные тоже слои населения, и все, они совершили перевалы, а не революцию. Ну, вот тоже антинаучный, заметьте, подход. И тоже аналогичный, если его проверить на логичность. Как только логичность схватили, значит, это антинаука, уже наука. А уж истина это или не истина, это уже вопрос не ставится. Если логично, не логично, а логично, значит, об истинности уже и речи не может идти. А дальше уже вопрос, если логично, не обязательно истина. Значит, надо смотреть еще. Но это научно. Ну, вот извините, я тут перебрал. Спасибо, Владимир Ильич. Переходим к вопросам. Слишком обширно. А что делать с антинаучными разведениями? Бороться надо с антинаучными разведениями. Как? Ну, разоблачать. Бесплатно не рассказывайте. Вот. Да. Разоблачать надо, да? Всеми силами. А раз, если выходит книга какая-то, вот, от арсионных поля, написать брошюрку критикующую. Как Владимир Ильич поступал? А разными наук уже выросли монографию против арсионных поля. Ну, так, вот монографию. Но на местах, все-таки, вы знаете, у нас идет борьба. И внутри Академии наук, у нас ведь ВАГ, Высшедневную комиссию, в течение нескольких лет уголовный преступник возглавлял, у которого лизгин по национальности, у которого единственный подлинный диплом был диплом техникум. Все остальные дипломы, включая диплом члена-корреспондента Большой Академии наук, он добыл в честном бою, в том числе с академиками, нескольких которых он отправил на тот свет, которые не хотели за него голосовать. Вот такие у нас времена наступили. Ну вот, да, вот что не слышали, нет? Я прошу, ладно. Да. Ну вот, культивировать личность. Маркс хоть в чем-нибудь ошибся. Одну ошибочку назовите, я вообще не в чем не ошибаюсь. Нет, ну это нет, я же не культивирую личность Маркса. Маркса, пардон, заговариваюсь уже. Дело в том, что культ личности вообще не уместен. Конечно, ошибался. Вот. В чем конкретно? Маркс ошибался. Ну, во-первых, он не мог предвидеть сегодняшнюю ситуацию в каких-то деталях. Поэтому пытаться при помощи... Взял, изучил три тома капитала и давай сейчас я вам новую теорию этапа раскрою за счет Маркса. Не получится. Значит, были у него просто нерешенные вопросы. Ну а какие-то, может быть, ошибки по деталям. Но нас-то сейчас должно интересовать, в чем учение Маркса представляет собой не то, что истину в последней инстанции, но раскрытие неких всеобщих законов социального развития. Вот. Понимаете, истины в последней инстанции нет. Ньютон был назван одним из его биографов не только великим, но и самым счастливым гением. Потому что систему мира можно установить только однажды. Но заблуждался этот биограф Ньютона. Почему? Потому что вот пришел Эйнштейн, он нашел на новом уровне развития техники и науки, что вот есть ограничения. Точно так же и у Маркса есть, конечно, ограничения его теории. Но заметьте, мы не отодвигаем Ньютона после Эйнштейна. Мы указываем область применимости, концептуальные схемы Ньютона. Мы не можем отвергнуть и Маркса сейчас. Мы указываем область применимости, и пока ограничений здесь мы и не видим. Я лично не находил. Спасибо, еще вопрос. Пожалуйста. Вот по поводу высокой производительности труда, которая, по их словам, отменяет классовую борьбу. А вот как правильно ответить, что это не так? Ведь почему капиталисты, допустим, не могут эксплуатировать 10% народа? Как высокая производительность? 10% производительность. Ну или там сколько? Мало. 90% капиталистов, 10% акклодируют. То есть за счет высокой производительности, что булок много, работает мало. А народу они бросают булки эти. Да, бесплатно. Бесплатно. Почему здесь нельзя так? Нет. А почему нельзя? Я вот уже говорил уже, ну так вскользь прошелся по этому. Эту проблему поднял еще, значит, во времена Маркса в середине 19-го столетия Жак Прудон, французский экономист того времени. Он написал книгу «Философия нищеты». Он экономист, и он очень честный был экономист, пользуясь тогдашней, ну, не статистикой еще, а какой-то наукой экономической истории. И посчитал он эти работы, исследования своих собратьев за 100 лет, с середины 18-го по середине 19-го. И он составил таблицы, это, кстати, до сих пор можно прочитать, на русский язык «Философия нищеты» была переведена в советское время, правда, больше не переводили. Вот, значит, Прудон создал таблицы, которые говорят, что производительность труда по ряду основных, я уже это говорил, производств в Европе выросла в 10-15 раз, производительность труда, да, в материальном производстве. Ну, и вот Прудон говорит, ну, а теперь посмотрим, как стал жить основной производительность за эти 100 лет, да. Если в 10-15 раз выросла производительность, может, он хоть в два раза лучше стал жить за счет этого, да. Вот выросла производительность, действительно. Ну, и когда он провел этот анализ, он убедился в том, что не только не лучше, но хуже стал. Главный показатель прогресса – это вот продолжительность жизни основного населения. Если падает, там говорите, что угодно о прогрессе, о каком угодно, о техническом прогрессе, прогрессе демократии, победа, полная демократия. А люди живут все меньше и меньше. Так вот, продолжительность труда резко сократилась за 100 лет. Ну, вот эксплуатация. И Прудон не мог найти другого решения вопроса. Он заявил, что капиталист просто грабит, беззастенчиво грабит рабочего, да. И надо, значит, вот это ограбление. Собственность – это воровство. Вот это слово тогда стало модно. С, как сказать, с легкой руки Прудона. Собственность – это воровство. Так вот, Маркс в своей нищете философии, это уже даже название, да, Прудона перевернуто. У него философия нищета, у Маркса нищета философии. Он показывает нищету философии Прудона. Он говорит, что собственность – это не воровство. Это слишком уж примитивно. Взгляд на вещи. И он впервые вот в этой работе, он показывает, что сущность-то и тайна капиталистической эксплуатации – это прибавочная стоимость. И это еще до первого тома «Капитала» он написал эту работу, Маркс. Вот. Сейчас мы посмотрим, да, вот прошло уже там с времен Маркса, да, полторы сотни лет, да, больше, полутора сотни лет. Ну и что? Производительность труда возросла не в десятки, в сотни и в тысячи раз возросла. Ну и что у нас? Мы живем в обществе, в котором эксплуатации нет, в котором нет бедных и богатых, да. Просто богатые стали еще богаче. Заметьте, разрыв между бедным и богатым ничуть не сократился. Ну бедные стали жить получше, да, получше в более-менее развитых капиталистических странах. С голоду, как говорится, не падают. Вот. Я был в Соединенных Штатах, я там встал в очереди за раздачей бесплатного обеда вот этим несчастным, так сказать, вот социальным внезапно. Ну я, честно вам скажу, устыдился, думаю, подойду, меня что-нибудь спросят, а я либо не пойму, либо не то отвечу, и у меня тут выйдет советский профессор, да, в очередь, да, вот какое, да, отнимает последний кусок. Вот. Но я посмотрел, как они, мне интересно, почему, не на романовщинку поесть хотел, а просто посмотреть, как кормят-то. Ну я отошел, но я посмотрел, кормят-прил, прилично кормят. Вот. То есть, в принципе, вот у нас-то можно умереть из голода, из холода до сих пор, да, если станешь бомжом. А у них, в общем, если не захочешь сам, ну это что? Это общество социально справедливости, равенство, да, свобода. Почему же они, вот, кормят бомжей, почему бомжей не может 80% населения, почему они не могут, если высокая производительность туда, почему они не могут кормить 90% населения просто так, имели огромный трибут? А вот тут-то, тут-то нет. Вы же знаете, вы спросите у какого-нибудь нашего миллионера, доллара или миллиардера, тем более, почему же вот он не отдает, да, вот, вы знаете, вот медицинство развито, давайте поможем бедным, больным. Ну, правда, тут больные, скиньтесь, бедные, на бедных, да, нас призывают. А чего-то эти миллиардеры, которые могли бы, ну там, несчастная девочка помирает, мальчик, да, нуждается, что-то они не раскошеливаются. Почему? В психологии что-нибудь не в порядке, воспитывать их надо, лекции им надо считать, да, о том, каким надо быть. Да нет, эта психология, это ведь она жиждется на прочном фундаменте, опять же, бытия, да, социального, а бытие жиждется на чем? Есть у тебя средства производства или нет? Много у тебя средств производства в твоем распоряжении или немало? Вот отсюда и все остальное. И психология, и культура, и идеология. Вот. И потом эта идеология, она возвращается. Вот по словам того же Маркса с Эйнгейсом, идеология господствующего класса становится господствующая идеология. Вот они там уже, культура-то у них ушла высокая, и они нам тут эрзац и культура, я говорил, эрзац и культура, да, прививают. Вот что мы сейчас видим? Переключая каналы, разве что найдешь какой-нибудь наш хороший советский фильм. А то тут смотреть нечего, понимаете? Это специально тоже делают. Последний вопрос и перейдем к выступлению. Пожалуйста. Виктор Петрович, я хотел узнать ваше мнение. Недавно был так вот тихо прошедший скандал. Был у нас хорошо такой раскрученный на государственном уровне проект Виктора Петрик. Подснащение всех детских садов России такими уникальными приборами по очистке воды. Как вы можете связать с вашей лекцией вот именно вот эту концепцию? И вот все-таки Российская Академия Наук вышла победителем, вот эта борьба что-то. Я, к сожалению, не знаю и с технической стороны, что это за средства по очистке воды. Но я думаю, что если оно хорошее, нормальное средство по очистке воды, то дальше распределение как идет? Либо по капиталу, тогда детям богатых родителей не достанутся, либо вот за счет благотворительности. У нас другого-то нет, да? Поскольку общественные фонды потребления, которые у нас были в Советском Союзе, они давно ликвидированы. Да, откуда еще черпать? А у государства денег ни на что нет. Государство вообще от всего устраняется. Поэтому я не могу ответить вот конкретно вам, потому что я не знаю этот вопрос. Ну и понимаете, не надо, наверное, на все эти конкретные вопросы искать конкретный ответ. Вот в общем виде я вам даже сказал, что распределение как идет? Либо по капиталу, либо вот за счет меценатства. А меценатство, увы, это все очень скудные формы, да? Спасибо. Переходим к уступлению, кто желает выступать? Можно. Так, я с места. Ну вот, например, мистика вы говорите, не мистика. Ну вот Алистарк Самовский, Капелек, они когда ведь сказали, что не земля, не солнце вокруг земля, наоборот. Здравомыслящие люди сказали, что это... Это бред севы, Капелек. Их выгнали, одно выгнали с горы, другого там, ну, Шардана, Брунцева, ну, видишь, один момент. Потом вот вы сейчас говорите, там, тоже куда-то там, может что-то из будущего там что-то перевести. Ну хорошо, если бы вы, например, жили бы в 13 веке, и вам бы показали телевизор элементарный, вы бы там увидали себя, когда вы были лет на 20 моложе, своих родителей, которые... Вот тоже повернулось бы в голове. Да, если бы уже в 13 веке, повернулось бы. Ну вот именно, ну вот видите, алистарк Самовский опередил же свое время. Да, ну он не время опередил. Время опередить нельзя, нет, времени нет. Правда, нет времени, нечего опередить. Хорошо, вы меня Томаса Голл привели, Томаса Голл, помните? Ну да, ну и что, он ничего не опередил, никто не опередил, никто не может. Ну и уважаете этого человека, Сминоза, Голл, Голл. Они говорили, что в природе есть закон равновесия. Это же идея Булгатов, своими мастерами Маргариты, Устанами, Волом, да, говорили. Это экспериментарь доказали Ломоносов, Генгольц, 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 доказали. Я не живой природы. А для живой природы может год, как сказать. Каждый строит свое счастье на чужом годе. Поэтому сделать всех счастливыми, как вот Марса, это невозможно. И вот вам пример. Антокатастрофа, погиб человек. Для кого-то год, для кого-то счастье. Жил в площадке, освободил, жена, карьера. Или получил спортсмен травму. А вы его соперник путь к золотой медали. И так уж он весь мир, поэтому грызня идет. А вот Марс захотел... Я сейчас вам отвечу. Сейчас, сейчас, сейчас. У нас выступление, а потом запомнил на славу. Ну ладно. Это не вопрос. Кто же делает, пожалуйста? Пожалуйста, давайте. Спасибо, Виктор Петрович. Владимиру Владимирову. Владимир Петрович, я специально проехал. Еще раз в течение недели даже не планировал. Что хочется сказать. Действительно идет, вот я как все-таки живу в советское время. Когда он замечал с людьми, поговоришь, угол, какие всего или умные. Сейчас иногда говоришь с людьми, но такое впечатление, что... Никто даже в школе не учился, но... Как стал им недавно еще при жизни Сергей Петровичкова, я котица, можно порадоваться. За 20 лет мы воспитали поколение идиотов. Деградация, которая идет, и в которую навязывание теологии, а сегодня уже официальная же наукой, как оказалось недавно. Тут ревьюзный дурман, который на каждом шагу особенно поддерживается мелкой буржуазией, самым неустойчивым классом. А сегодня официально у нас в советское государство и церковь отделена вроде бы как. От государства, на самом деле, поддерживается на самом высажившем уровне все религии. Как мы знаем, религия всегда стояла рука об руках с эксплуатарскими классами. Но сегодня буржуазные эксплуатарские классы, они гораздо умнее тех эксплуатарских классов, которые были в доме. Сегодня никто не запрещает, пожалуйста, вам изучать марксизм, пожалуйста, массовая информация. Но эта информация тонет в массе другой ненужной и абсолютной лженаучной информации. Поэтому, конечно же, попытки разрушить Российскую академию наук стоят все той же зрение, той же цепи. И как сказал недавно наш министр развития, нам нужно воспитать качественного потребителя. Качественные потребители мы, конечно же, воспитали чрезмерно. Не надо человека-творца воспитывать. И при этом, конечно, сама современная буржуазия, делая абсолютно непродуманные шаги, вполне, как бы, спланированная. На толк, на сама, на... Стоят в своем же противоречии. То есть, и ракеты начали падать, и работать некому, и, как уже выясняется, нет даже качественного сварщика. То есть, даже не сделать при обилии денег, не сделать даже элементарные вещи, которые раньше мог сделать, в общем-то, выпускник ПТУ. Нет, просто нет токарейт производства. Если я, вот это, сам, как бы, получив образование советскими техниками, сравниваю аналогично образование своим сыном сегодняшнее, то есть, нет даже элементарных знаний. Вот колледж, который сегодня называется, и приводится к техникуму, допустим, в техникуме, техническом образовательном учреждении изучается технология металла. Выпускает механик. То есть, для меня, знаешь, вот такой основополагающий предмет для техники, говорить о чем-то дальше уже невозможно. Деградация идет не просто, даже вот по уровню молодежи. И вот сегодня буквально разговаривал с своей дочерью, как доехали сюда, с дочерью, наверное, и, в общем, про литературу. Мы разговаривали с ней про Солженицын, про звенение Солженицына. Целых 10 часов выделено сегодня на изучение, в общем-то, откровенного подонка и предателя. В научных кругах, насколько я знаю, ссылаться на Солженицына, это как бы изучать историю Советского Союза по Солженицыну, как историю Франции по Александру Дюма. Но при этом, даже, а как учительница относится? Ой, она очень высоковызнавная. Как говорил, когда-то было такое философское изучение, что человек есть продукт обстоятельств воспитания. На что Маркс говорили, еще и воспитателей надо воспитывать, и обстоятельства можно изменить. Конечно, удивляться тому, что сегодняшняя буржуазная власть так поддерживает религию, так поддерживает лженауку, это не приходится нисколько. Лучший раб, это тот, который подойдет в этом не подозревать. Который ходит в Молицы, который выпрашивает у Бога в своей личной. Чисто антибиотическое, вот эта либеральная политика, которая нисколько не прекратилась при всех ее разговорах за последние, даже в последнем, когда уже разговоры надо поворачиваться, к науке, к образованию, идет дальнейшая деградация. При этом, конечно, в противоречие вступает наша же сама буржуазия, сама видит эти результаты. Что как вот корабль космический, батюшка смещал три раза, что он упал, не помогло почему-то. Классно отвечал. Да. И, конечно, как опять мы говорим, мысли господствующего класса есть господствующая мысль. Если поговорим мы сегодня не только с молодежью, я говорю даже вот, я разговорил о своей бывшей учительнице, которая когда-то в советское время я учил в общем прогрессивном, рассказывал прогрессивные вещи, и приехал, когда пожилой человек, люди деградируют, они стали верить в Бога, когда это были убежденные теисты. То есть, и как вот эти мысли, в общем-то, даже начинают, как мы знаем, диалектический человек начинает развиваться в обратном направлении. То есть, наверное, это вам известно, если вы говорите уже выше, ничего удивительного, что если молодой человек, у которого минимум вообще нет, ну, как надо базироваться на каких-то знаем, а если их вообще нет, то есть удивляться, что человеку можно рассказать все, что угодно, абсолютно, это, конечно, выгодно эксплуатационному классу. Хотя, противоречивающий, говорю, иступает в то, что общество наше все больше деградирует. Та Аполлонская система, про которую у нас введена, в Америке уже, кажется, в 99-м году президент так даже не сказал, хватит плодить идиот. И от нее во всем мире уже давно отказались. Те производственные успехи в основном сталинского времени, в 89-м году президент Камайни Сейко, когда тогда нашему либеральному нашему сообществу признал то, что мы еще глупые были в 30-е годы, а вы уже были на вершине. Мы только сейчас устранимали, а теперь вы круглые дураки, а у нас в каждом нашем производственном цехе лежат сталинские лозунги, лозунги того времени. Так что все только подтверждает то, что нужно теоретически быть грамотными, только так, а готовиться очень теоретически изучать в том числе и философию. Философию не просто марксистосу Ленинскую, а ее не изучить без предыдущих основ философии, и не понять, чем марксизм был прогрессивным философией по отношению к предыдущему философию. философию в прошлых летах. Я, конечно, не знаток марксизма, к сожалению, пытаюсь, но не всегда получается по разным причинам. Но ведь марксизм, насколько мы знаем, у Маркса до сих пор никто не смог опровергнуть, и, может, я ошибаюсь, но одна из причин это в том, что в основе марксизма лежит положение, скажем, о человеке, поскольку он исследовал все-таки капитализм, что человеку присуще свойство меньше работать, больше иметь, то есть получать как можно больше прибавочной стоимости, если в твоих руках собственность. Соответственно, может, я ошибаюсь, конечно, соответственно, вот товарищ выступил как раз с этих позиций, что это как бы не историческое какое-то свойство, а это врожденное свойство в человеке. Нет, я просто выскажу, да, потом будем спорить, что врожденное свойство человека, и если мы хотим изменить это свойство, то мы становимся идеалистами. То есть вот перед нами есть готовый предмет человек, у которого у него врожденное вот это свойство, а мы вот это свойство начинаем изменять, И пытаемся идти куда-то к социализму Человек-человек-брат Что я буду работать бесплатно И прочее Я думаю, что это как раз Один из таких главных вопросов Который стоит перед нашим обществом И пока мы не сможем дать на него Ответ, наверное Мы будем слушать такие выступления По стольку с товарищем мы регулярно встречаемся На проходной Умазарии Это же ведь не единичное выступление Не только его, это многих людей Которые говорят, что, ребята, все это было Ничего хорошего не будет Все равно вот так вот всегда было и всегда так будет Вот, значит, ответ на этот вопрос нам нужен И прежде всего со стороны философов, наверное Которые нам разжуют хотя бы Или, скажем, укажут в каком направлении Потому что даже 55 томов Это не полное собрание сочинений Но даже их изучить, конечно, это просто Тем более Марк Давайте последнее выступление И потом заключить Я должен выразить Восхищение и удовольствие Докладом, который сделал Владимир Петрович Такое яркое, конкретное, интересное, богатое Содержательное, эмоциональное И глубоко научное Потому что а как бороться с ненаучными рождями? Научное давать Поэтому я вот считаю, что этот доклад Это вот образец борьбы с ненаучной идеологией Сам по себе Сам этот доклад Потому что этот доклад Показывает, на каких позициях надо стоять И как относиться к наступлению Буржуазной идеологии И всякого рода, так сказать, тьмы Которую даже буржуазной идеологией Трудно назвать Потому что тут уже и колдуны И торсионные поля Вокруг торса нашего бьются И так далее Чудака нету Но, значит, я думаю, что При этом, при всем том Что мы можем достаточно долго излагать Как трудно и тяжело нам бороться С буржуазной идеологией И вот тут еще Наш друг и товарищ Добавил эту сложность Что действительно там Вот и плохо Идиоты, и баллонский процесс И так далее И это все так и есть Но я думаю, что все-таки Жар души своей Мы должны направить не на то Как нам трудно бороться И что вот А нас так сильно бьют Потому что вот Как известна такая песня Нас побить-побить хотели И так они противно были Что и вправду их побили Все-таки у нас цель и задача Что нам-то делать? Ну, неужели мы ожидаем Что это будут делать Наши идеологические Классовые противники? Не будут Поэтому у нас-то, я так понимаю Все-таки Главный угол зрения И При рассмотрении Эта проблема А что мы должны сделать При наших условиях Неужели Ливанов за нас будет? Не будет Неужели будут люди Которые вон Из этого самого Совета безопасности Вякую галимотиву Из Атума Вынимаются Из Абакума Они тоже не будут Поэтому мы можем сказать Что мы будем делать? Ну, во-первых Какие тут ответы на этот вопрос? Во-первых, вот есть позиция Вот есть Владимир Петрович Он работает там Где работает И с его позиции Никакие общественные изменения Свинуть не могли И поэтому Ни на какую Ненаучность Он не клюнул И никакими его Неморальными Нематериальными посолами С этой позиции Сбить нельзя И те товарищи Которые у нас Так сказать Работают в фонде Рабочей академии И преподаются Они, в общем Придерживаются Такого же самого принципа Правильно? И это нас Так сказать В этом смысле Роднит Потому что Если мы хотим Бороться С антинаучным Мировоззрением Значит мы Прежде всего Сами не должны Сходить с позиции Научности Это первое Второе Мы должны Понимать Что если мы Хотим Бороться С тьмой То есть Надо себя Просвещать Поэтому Вот Я бы здесь Говорил Товарищ Кузнецов Что надо себя Просвещать Надо знать Хотя я Упросил задачу Если вы собираетесь Так сказать Всю философию изучать То вы тогда Гегеля не дойдете А есть Люди Которые сделали Систему Капитал Маркса Это Вся В снятом виде Вся политэкономия С ее рождения Капитал Произведение Гегеля Вот к нам Это все Сделали же Приготовили Гениальные люди Это Вся философия За всю историю человечества Но уже в виде категории Уже в виде науки В виде системы Непротиворечивой Поэтому это тоже нас Вот Пусть там кто-то печалится Что это там Не все Не все В полном собране сочинения Я вам расскажу Возьмите Ленинский сборник Если вы уже прочитали Полное собране сочинения Там все Что нашли В Ленинском сборнике В этой издании Есть вообще Крупная библиотека Это не проблема И прочитать можно Ленина Полное собране сочинений За один год Потому что В году всего 52 недели А у Ленина 55 томов И И между прочим 45 томов Только статей И основных работ Так что Не будем себя запугивать В этом отношении Теперь Что мы должны делать Вот Ну что мы можем При наших обстоятельствах То и будем делать Мы 20 лет 20 лет уже Как существует Фонд рабочей академии Полное его название Фонд рабочей академии Фонд содействия Обучению рабочих Который Своей задачей Обучение рабочих В самом широком смысле И экономической борьбе И политической И научное обучение И в плане философском И в плане политическом И в плане экономическом В смысле экономической теории Проводит Вот у нас есть один Университет Это инструмент борьбы С антинаучной Методологией Не правда ли В котором не раз Трибуну Получал Владимир Петрович Именно потому Что он и ведет Эту борьбу А есть тут Инструменты Средства борьбы И Российская Коммунистическая Рабочая партия Которая обеспечила Такую площадку На которой Это систематически ведется Это же тоже Очень существенно Это же не просто так Не просто так Иметь такую площадку На которой Можно провести Эту борьбу С антинаучной Идеологией Есть другой университет Красный университет Который существует Третий год Красный университет Фонда рабочей академии В котором Несколько другой Принцип Учебы Если есть учеба такая Любой может сюда прийти И так сказать Выступить И выступить Послушать Задать вопросы Любой человек из города И вот тут так уж Много товарищей нападали В том числе И докладчик На эти самые Буржуазные силы Я хочу напасть На трудящихся На рабочий класс На так сказать Народ Вот здесь пожалуйста Еще есть свободные места Вот профессор выступает 45 лет преподает Заведующий кафедрой Высшая квалификация Какая только есть А если мы Учтем Что у нас Профессура Очень много пустой Никчемный То это вообще Так сказать Счет на единицы идет Ну и что Как мы видим Здорово Так сказать Идут учиться Так что Не надо Значит Делать комплименты Трудящимся Что дескать Им некуда податься Им не дают учиться Им Вот мы Исключили Такое Вот просто Фактически Исключили Такую ситуацию Что негде Изучать научную Идеологию Есть где Идите изучайте Вот сейчас Идите изучайте Задавайте вопросы Слушайте внимательно Мало того Для лентяев Записывается это все Нажми Через интернет Раз уж у вас Информационное общество Как они говорят Иди смотри Можешь лежа смотреть Как Владимир Петрович Выступает Будет это Вывешено От него потребуется Только три строчки Написать О чем была лекция Что было описание Красный университет Мы набираем туда Вот третий год Кто хочет изучать Три источника Три составных Части марксизма Философию Политоэкономию Так И Научный социализм И что я хочу сказать Со всей России К нам Идут И пишут И записались И издают зачеты И экзамены И из Донецка И из Белоруссии И из Минска И из Риги И из Сахалина Пишут И из Владивостока И из Днепропетровска И из Майкопа Откуда только Не пишут И со всей России Есть Но мы наблюдаем Что вот Ленинградские наши товарищи Это колыбель революции Я говорю Не о Прождественном классе А о нашем родном Рабочем классе Трудящиеся И их друзья Из интеллигентов Которые между прочим Могли бы и просветить себя Заодно и рабочих просветить И что они пользуются Такой возможностью Как красный университет Я считаю Они вообще Это по принципу Так В той истории Про то Как один Золотой искатель Заказал Жареные соловьиные Язычки И вот Соловьев Наловили язычки Отрезали Такую сковороду Нажарили Она скворчит А он говорит Ну отрежь на пятак Примерно такое отношение Вот К этому Это очень трудное дело Наладить это дело Программа есть Нажмешь Если красная Значит эта лекция прошла И можно ее смотреть Если черная Еще не прошла Вот Александр Сергеевич Программу написал Замечательно Все там продумано И там есть И опытные преподаватели И молодые Способные преподаватели Которые ведут Все есть Значит Есть и другое Так сказать Это вот барство У бедных Бедных Есть еще и барство Как отпечаток Старого Всего Как выражение Этого буржуазного Барство такое А что я туда пойду Да зачем это мне слушать На него ермо повесили И еще больше повесят ермо И мы должны это разъяснять Трудящимся Что если вы Не собираетесь учиться Не будете учиться Сейчас такой проблемы нет Что нет Невозможно учиться Нет такой проблемы Тем более Книжки есть и Маркса И Энгельса И Ленина Сколько раз уже Энгельсы И сдавали Вот с такой бородой По 100 рублей Штука От происхождения Семьесчастной собственности Я в магазинах Ходил Разбирают У нас В университетском магазине Я взял Пришел Нету А здесь вон книжки Ленин Пожалуйста Хоть Ленин Хоть Ленин Хоть Чего Уложит Да Здесь пожалуйста За тысячу рублей За тысячу рублей Продается 10 томов Маркса Энгельса Включая весь капитал Немецкую идеологию Положение Раблучего класса Ванга Вот здесь Ну некоторые товарищи Конечно И пользуются Берут И читают Уже за 500 капитал Можно купить А вы пойдите В буржуазный магазин Буквоец 1500 рублей Первый том один В буржуазе Как ценят капитал Вот что относится Уважительно В информационном Обществе Бесплатно Полное собрание Сочинений Владимира Вещи у меня дома Да Все есть Все есть в интернете И вот мы смотрим Наши ленинградцы То приходят То не приходят Вот я хочу сказать Что это Так сказать Это говорит о том Что своей ответственности За ситуацию в мире В стране И нечего из себя Изображать патриотов Тогда И нечего из себя Изображать Марксистов И нечего из себя Изображать левых Если вам лень Прийти И поучиться Потому что у нас Ну сонмище Недоучек Так сказать В этой левой тусовке Чего только мелят Вот посмотреть Что С чем они выступают Ну это вы рассказывали Про буржуазных А я про борцов С буржуазии Я говорю Эти большие буржуазии Безграмотные Исплошь Вот они даже Уже из-за диктатуры Патриата Только на переходный период Только на переходный период Так выходит Хрущев до 61-го года Дотянул А эти умудряются Вот они бы тогда сделали Это же самый 22-й съезд Сразу по окончании Переходного периода В 35-м году Это хуже хрущевых Хуже хрущевцев То есть картина Вот такая Сейчас В этом смысле Что мы должны Совершенно определенно И не просто Так сказать Буржуазию разоблачать А разоблачать Всех тех Которые прикрываются Так сказать Динамением Вылить своей бедностью Прикрываются Чтобы не выходить Из этой бедности Потому что он бедный Прежде всего В умственном отношении Да безграмотные люди были Читали капитал Перед революцией Поэтому мы должны Вот я думаю Так вот людям разъяснять Теперь дальше Что можно сделать В нынешних условиях Про которые говорили Ну прямо в ужасном условии Ничего не возможно Вот мы проводим Девятую ленинскую конференцию Ну это типичная борьба С ненаучной идеологией Правильно? Там все доклады Научные Которые ненаучные Мы просто не допустим Просто до изложения Вот и все Мы проводим В государственном учреждении Туда везут Бесплатно Один из И честных капиталистов Третий парк Ну можно организовать Готовить своих магичников Так? Можно организовать Ну у него там есть Интересы свои Другие Там ресторан Шалаш Ну так надо Понимать Что вот есть такая И вот трибуну Получает Владимир Петрович Всякий раз И ведет там борьбу С ненаучной Идеологией И все попытки Это бойкотировать Или как-нибудь Торпедировать Эту самую конференцию Ленинскую Они не получаются Скажем Я прихожу В тот же Институт региональной прессы Которого Так сказать Уже записали Даже в иностранные агенты К Широградской И говорю А вы вот Бесплатно распространите Наш пресс-релиз Она говорит Ну конечно Неужели я за Ленина Деньги буду брать Не буду И бесплатно распространяет Ну начинает мне сразу Звонить еще Так сказать Кто мы как поехать Как попасть И так далее Я хочу сказать Что у нас Если Так сказать Смотреть на эту картину Так что Как философия Учат Если у вас Половина стакана Налита То можно ведь Рассказывать Что у нас Полупустой стакан А можно сказать Полуполный Так что у нас Стакан Товарищи Полуполный Надо это Наступление На антинаучную Идеологию Продолжать С использованием Тех возможностей Которые есть Партии у нас Политические И Есть общественное Общественное Объединение Соответствующее Есть у нас Уже структура И организация Которую мы Создали Ну и Если бы Собрался Отряд Который Ведет войну И начал бы Рассказывать Какой Сильный Противник Какие Слабый То он бы Не выиграл Вообще Никакой Битвы Потому что Вера в победу Есть Фактор победы Так что Я вот Со всем Что говорил Владимир Петрович Согласен Но вот Мне кажется Надо такой Поворот Немножко Сделать Наступательный Все таки Потому что Как говорил Суворов Врагов Не считают Их бьют Не отдам Так Ну Уважаемые Товарищи Я Благодарю За Комментарии Всякого Рода В отношении Моего Выступления Но должен Сделать Еще Комментарий В отношении Некоторых Высказаний Ну в частности Вот товарищ У нас В общем Довольно Старая Это идея И проблема Ну вот Действительно Человек Таков И Это природа Человека И никуда Не денешься И всегда Будут Люди Предприимчивые И следовательно Более Успешные И более Слабые Непредприимчивые Да И Есть даже Целая Научная Концепция Которая Вот Именно На этом И построена На этой идее Это Петерим Сорокин Действительно Научная Потому что Логично Выставлено Я не буду Ее пересказывать Конечно Там идея Вот Социальной Сорокин Сорокин Выходить С нашего Петербургского Университета Где мы Все учились Тут Профессура Красная Которая Здесь Присутствует Вот И он Тоже был Приват Доцентом Но Сейчас Дело не в этом Дело в том Что значит Он Уже Находясь В Соединенных Штатах Америки В период Великой Депрессии Создал Замечательную Для капитализма Вот Эту Концепцию Что Вот Люди Разделены Не на слои Не на классы Виноват По Марксу Да И по Ленину А Они разделены Слои И слои Они различаются Чем Вот Местом Жительства До Достатков Уровнем Образования Полом В конце концов Имеешь ты Вот Скажем Автомобиль Или не имеешь В разные слои попал Ну и так далее Имеешь телефон В то время Так вы понимаете Актуально Или не имеешь Разные слои А можно перемещаться Вот Как-то Горизонтально Был слесарем Стал токарем Надоело Токарем Стал плотником Можно Это горизонтальная Мобильность А можно вертикально Вот Был слесарем А стал мастером Был мастером А стал начальником цеха Был начальником цеха А стал Директором предприятия Можно Это вертикальная Бобильность Вот это и есть Так сказать Возвышение человека Но Вот опять Вот этот Индивидализм Субъективного Идеализма Сказался Тут работает Отдельно Взятый человек Вот в меру Не своей Испорченности А наоборот Своего образования Воспитания Привычек Того багажа Знаний Которые он успел Накопить И так далее Умений И так далее Если у тебя есть Умения В определенной области Или природные склонности От природы У тебя замечательный голос Ну развивай его Станешь Знаменитым Оперным певцом И будешь Уже в элите Повысился В верхний слой Попал Если у тебя Есть другие Какие-то качества Ну Предпринимательная Жилка И сам Петерим Саровин Приводит пример Вот Значит этот Старик Форта Первый Из рабочих А вырос Стал директором Да Предприятия Главой Крупного концерта Концерна Виноват Заговариваюсь Миллионером Миллиардером Уже даже Почти Вот Ну а если у тебя нет Никаких Личностных Таких характеристик Да Вот ты И малообразованный Тупой И неинициативный И слабоумный Вообще И вообще там Может быть Просто Трусты По натуре У тебя есть Какие-то Ну настолько Труст Что боишься Даже Поперек Слово сказать Кому-нибудь Не говоря уже Делать Ну так сиди И пиши на себя Жалобу Не выходи С красным Знамем Не кричи Антинародный режим Так сказать К ответу И дало его Понимаете Вот Какая замечательная Философия Вот эта Динамика Зависит От отдельного Граждан От отдельного Человека И никогда Не будет Вот Он Почти То же Самое Что вы Говорили Никогда Не будет Общества Где Будут Слои Все В вертикальном Отношении Совершенно Одинаковые Да Равенство Будет Какое Равенство Люди Не равны По природе Ну да Вот Правильно Вот Он И говорил Правильно Сейчас Я вам Отвечу Что Мы Отвечаем Вот Этой Концепции Причем Все Логично Все Научно Но Увы Не Истинно Вот Смотрите Вот Сейчас У нас Система Образования В которой Я 44 года Уже Работаю Высшего Образования Как Она В последние Два Десятилетия Перевернулась Не Только В отношении Того А смотрите Прежде всего Платное Образование Стало И вот Уже Пожалуйста Вот Предположим У меня Дети Замечательные Выдающиеся Да Они Вот По Так сказать Каким-то Своим Природным Качествам Да Вот Они Великие Там Художники Вот А Папа Всего лишь Профессор А почему Всего лишь А потому Что Зарплату Профессора Вы знаете Вот Некоторые Дочери Думают Что Золотые горы Очень ошибаются Ну вот Мы можем Поделиться Да Мы Можем Поделиться Вот Знаете В художественном вузе В художественном вузе Да Сколько стоит Сейчас В среднем Семестр Знаете Сколько Обучить Ребеночка Вот Я вам скажу Это Я знаю Не понаслышке Знаю Скажу Сейчас От 60 До 80 Тысяч Семестр Идите на юрфак У нас 120 Семестр У вас Да 120 Семестр На юрфак Значит Если Дети Мои Очень От природы От природы Они Выше Многих По этому Параметру Но я Ниже Оказался По Покупательной Способности Я не могу Купить им Образование То есть Заплатить За это Образование Не могу И значит Они Окажутся В социальных Низах Значит Что тут Работает Конкуренция Способности Как Наш Петерим Замечательный Говорит Петерим Александрович Кажется Вот Да Вот И это Конкуренция Кошельков Родители Вот Социальное Неравенство Это на чем Базируется Не на Неравенстве Природном А на Неравенстве Классовом Вот оно Теперь По поводу Невозможно Такое Общество Создать Это Коммунизм Это Социализм Это утопия Рождение Современная Антропология Палеантропология Доказала Что Человеку Хомо Сапиум Существу Разумному Сто Тысяч Лет Это Недавнее Открытие Еще Десять лет Тому Назад Я студентам Говорил Пятьдесят Тысяч Лет Так вот Из этих Ста Тысяч Лет Классов Общества Общества Социального Неравенства Частной Собственности Это Всего Пять Тысяч Лет А Девяносто Пять Тысяч Лет Это Первобытный Коммунизм Общества Социального Равенства Никакой Частной Собственности Не могло Быть Потому Что Уровень Производительности Труд Который В конечном Счете Все Определяет Был Очень Низок Никакой Эксплуатации Человека Человеком Не могло Быть Распределение Было Коммунистическим По Потребностям Не по Труду А по Потребностям Нет Нам Туда Не нужно А там Продолжительность Жизни Была Такая Что Мы Уже С вами Все Здесь Это Просто Даже Самые Молодые Нет Туда Нам Не надо Назад Назад Пути Нет Не потому Что Время Необратимо Оно Действительно Необратимо Потому Что Нечего Обращать А потому Что Система Развития Любая Система Развития Даже Неживой Природ Она Предполагает Прогресс Или Регресс Или Деградацию А возвращение Какого Это Невозможно Это Общедилектическая Идея Но Надо Идти Вперед Значит Если Низкая Производительность Труда Вот С чего Маркс Энгельса Начинали Я же По-моему Уже В этой Аудитории Даже Это Вспоминал Как-то Молодой Маркс Пришел К еще Более Юному Энгельсу На два года Маркс Стар 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 Энгельса Как Только Они Познакомились И Говорит Слушай Фред Как Они Друг Друг Начинают Фред И Маур Значит Фред Я Вот Тут Думал Над Гегельским Законом Отрицание Отрицание А Гегель Приводит В качестве Примера Я Сейчас Закон Не буду Естественно Раскрывать На полчасика Еще Придется Задержаться С Ростом Зерна Овса Так Я Подумал Фред Что Ведь Не Только Овес Растет По Гегелю Общество Развивается По Гегелевскому Закону Если Мы Начинали С Коммунистического Общества Через Определенный Этап Отрицание Потом Отрицание Отрицание Мы Должны Вернуться На Новом Высшем Уровне Коммунистическому Обществу Вот Вам Пожалуйста Применение Закона Диалектики Раскрытие Развития Общества И тут Никакой Утопии Нет Другое Дело Что Некоторые Пытались Это Сделать В Неподготовленных Условиях Еще Достаточно Подготовленных И Опять же Нельзя Абсолютизировать Эту направленность Прогрессивное Развитие Вот Ленин Об этом Пишет Детская болезнь Левизна Коммунизм Что Нельзя Думать Что Только Прогресс И В том числе Социальный Прогресс Вот Мы Отступили В сторону Конечно Отступили Могли Не отступать Могли Ничего Абсолютно Необходимого Нет Но Нет Ничего Абсолютно Случайного Значит Мы Здесь Совершенно Дилектическо Развиваемся Отступили Но это Временное Отступление Если Человечество Выживет То оно Должно Прийти К коммунизму Понимаете Это Закономерно Но Сказать Что Оно Придет К коммунизму Через Десять лет Это Утопия Сказать Что Оно Это уже Не утопия А придет Оно Или нет Обязательно Это Не дилектический Момент Если обязательно Придет Или обязательно Не придет Понимаете Тут Да Тут Как говорится И все зависит Еще и от нас С вами От нашей борьбы Вот А наша борьба Зависит от наших Взглядов От того Во что мы верим Что мы знаем Что мы можем Доказать А что мы не можем Доказать Что-то мы не знаем Это тоже зависит Мы же Существа разумные От нашего разума Зависит От нашей идеологии Зависит Наша жизнь Наша бытия Давайте стремиться К тому Чтобы поднимать Да Благодарим Доказать За замечательные Субтитры Встречаемся В следующий четверг Тема Звучит Государственная Регулированная Казахстан Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok